Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем о самых ярких событиях этой недели. И вот чем особенно запомнились уходящие дни. Гозаказ выполнили досрочно. Самарские конструкторы отправили еще одну ракету на космодром Восточный. Не долетел до аэродрома. На пляж около ладьи рухнул частный прогулочный самолет. Парад памяти в ноябре пройдет на старом обновленном месте. Заканчивается капремонт площади Куйбышева. Жизнь и судьба каскадера. Самарский актер театра и кино Виктор Евграфов попал в историю России. 14 спектаклей из 11 городов. Приз за лучшую мужскую роль остается в Самарской области. Фестиваль «Волга театральная» попрощался со зрителями. Второй исторический пуск. В РКЦ «Прогресс» проводили еще одну ракету на космодром Восточный. Старт запланирован на ноябрь. Предприятие сегодня собирает носители сразу для четырех космодромов. До конца года будет обеспечено еще шесть пусковых компаний, в том числе две с Восточного. Олег Зверев поинтересовался планами освоения космоса. Опломбированный состав подготовлен к отправке в Амурскую область, а через две недели «Союз-2.1Б» в разобранном виде будет уже на Восточном. Вторая пусковая компания с нового космодрома практически готова к реализации. Носитель выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли. Ритмичную работу по пускам РКЦ «Прогресс» обеспечивает ударными темпами ракету «Союз-2.1Б». Завод должен был изготовить за 24 месяца, а собрали всего за 13. Пока носитель находится в таком вот разобранном виде, а старт запланирован уже на ноябрь этого года. Готовить ракету для второго пуска в Самарском РКЦ начали сразу после первого. Восточный должен работать, а работой сейчас его могут обеспечить только самарские машины. Это будет еще один исторический пуск. Провожать состав в дорогу вышли сотрудники сборочного цеха, руководство предприятия и региона. Гений конструкторской мысли, талант, воплощение в жизнь всего задуманного, высочайшая ответственность, профессионализм. Все это о вашем коллективе, коллективе РКЦ «Прогресс». Для нас, поверьте, большая честь, что такое предприятие расположено территорией Самарской области. А на Восточном уже находится третья ракета, которая отправится в космос в декабре. На стартовом комплексе проходят испытательные работы. Начался сухой вывоз ракеты «Союз-2.1А» с разгонным блоком «Фрегат». Сухой – значит, без топлива. Это было необходимо для настройки мобильной башни обслуживания и генеральных испытаний ракеты и разгонного блока. 9 октября носитель переведут в режим хранения до старта в декабре. Восточный должен работать в обязательном порядке, в напряженном ритме. И уже после того пуска, который был в апреле прошлого года, мы уже начали изготавливать эти две машины, которые еще не были в контрактных обязательствах. Но мы понимали, что в этом году должны быть запланированы пуски, должны быть обеспечены. Самарские конструкторы работают сразу на четыре космодрома. В этом году они уже обеспечили 11 стартов. До конца года предстоит еще два пуска с Байконура – грузовой и пилотируемой, два пуска с Плесецка по заказу Министерства обороны и два с Восточного. Еще более масштабные планы на будущий год. РКЦ должен будет собрать больше 25 ракет. Я хочу вас искренне поблагодарить за ваш труд, за вашу высочайшую ответственность. Знаете, я думаю, что если бы с такой же ответственностью работали все чиновники, Саркевич, у нас бы не только ракета летала, у нас бы все бы летало. С точки зрения чистоты и порядка, с точки зрения принятия управленческих решений, с точки зрения подготовки к чемпионату мира по футболу. Сегодня Самарский РКЦ уверенно смотрит в будущее. Заказами прогресс обеспечен как минимум до 2022 года. Недолго вперед предприятие останется ведущим в космической отрасли в мире. Олег Зверев, Константин Головин, События. Погода нелетная. В Самаре в понедельник на воду упал самолет. Легкомоторное воздушное судно потерпело крушение в акватории Волги в районе набережной Уладьи. Примерно в 11 часов утра. Сотрудники поисково-спасательной службы находились рядом. И гидросамолет вытащили на берег. Все ли в порядке с пилотом, убедилась наша съемочная группа. Сегодня неопознанный летающий объект стал опознанным плавающим. На Волге гидроплан, на котором производили испытания новой системы, попал воздушно-водное происшествие. В интернете сразу появилось множество слухов. И гидроплан к одну пускали, и пилоту с пассажиром травму приписывали. Но сам пострадавший всех успокаивает. Повреждения только у аппарата. Так как еще уже успели слухи, что там и тонул самолет, и все, и там травма, не травма. Все живы-здоровы, все в порядке. По предварительным данным самолет пытался взлететь, но из-за высокой волны не выдержала стойка двигателя, размещающегося над кабиной, и винт повредил корпус судна, которое стало тонуть. Происходящее увидели сотрудники одной станции ПСС по Самарской области, находящейся неподалеку от места происшествия. Спасатели подъехали на катере гидросамолету, подняли пилота и пассажиры, которым оказался гражданин Швейцарии, на борт. А воздушное судно отбуксировали на берег. Пилот пытался совершить взлет с воды, и левым винтом ударился о воду, повредив фюзеляж. На месте происшествия работают следователи Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Проводится доследственная проверка. Спасательные работы на акватории были окончены в 10.50. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося. Андрей Горгуленко, Григорий Пришаков. События. Капитальный ремонт площади Куйбышева вышел на финишную прямую. В ноябре там пройдет традиционный парад памяти. Работы идут по графику в рамках проекта «Комфортная среда». План выполнили на 90%. Особое внимание к качеству. Первые пробы асфальта взяли специалисты муниципального предприятия «Дорожное хозяйство». Качество работы оценила и Лариса Шлафаст. При помощи специального оборудования рабочие выпиливают в новом асфальте три пробы длиной порядка 20 сантиметров. Здесь отчетливо видно каждый слой. Специалисты уже по внешнему виду могут сделать выводы. Асфальт и бетон старый, нижний слой и верхний слой везде имеют идеальное сопряжение. То есть перед тем, как укладывается очередной слой, идет обязательно проливка. И поэтому сцепление обеспечено. И понятно, что такой асфальт и бетон будет служить очень долго. Чтобы более тщательно проверить качество нового асфальта, образцы отправят в лабораторию. Всего на площади возьмут 18 проб, чтобы проверить покрытие на всей территории. «Их проверяют на определение физико-механических свойств, уплотнение водонасыщения, показатели прочности при различных температурах. Отправляются они в лабораторию МБУ дорожного хозяйства». «По результатам эти акты будут исследованы, в том числе прокуратурой, и установлены качество выполненных работ в целях рассмотрения вопроса о внесении актов, в том числе прокурорского реагирования». Пробы вырезают в местах, где потом будет нанесена разметка. Таким образом, следы кернения не будет видно. На каждом этапе ремонта работы контролируют представители прокуратуры, отделы по борьбе с экономическими преступлениями и общественники. Тщательно следят не только за качеством, но и за сроками. «Сейчас прошли по скверам, практически все деревья прижились, но еще посмотрим, что будет весной, потому что листва уже опадают, и трудно понять, будут они живые, не будут живые. Травка практически везде взошла. Ну, в общем-то, идут по плану. У нас же срок 1 ноября. Вот спрошло в департаменте, они говорят, мы укладываемся». Насколько качественно подрядчик выполнил свою работу, станет известно через несколько дней, когда будут готовы результаты лабораторных исследований. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События. Памятник народному артисту СССР Ильдару Рязанову появится в Самаре. Его установят в сквере, названном именем режиссера. Сейчас там наводят порядок. Кладут тротуарную плитку, сажают кустарники. Когда ждать открытия, расскажет Алина Чемерис. Пока это только проект, но вскоре на улице Фрунзе появится памятник почетному гражданину Самары Ильдару Рязанову. В сквере рядом с домом, где родился великий режиссер. На его фильмах выросло не одно поколение, и теперь для поколений следующих в Самаре оборудуют сквер, названный именем легендарного кинематографиста. Здесь появятся зеленые кустарники, лавочки, урны, уличное освещение. Работы начались две недели назад. Они выполняются по заказу городской администрации. Сейчас в сквере кладут тротуарную плитку. В районе 420 квадратных метров устройство плитки. И также была отремонтирована еще дворовая территория, рядом, которая находящаяся. Там порядка 480 квадратов покрытия асфальта бетонного было поменено. Гарантию на ремонт сквера Рязанова подрядчик дает пять лет. В сроке укладывается. Завершить работы планируют уже на следующей неделе. На каждом этапе ход ремонта контролирует куратор из-под ведомственного учреждения Департамента городского хозяйства и экологии. Мы производим контроль качества по укладке плиточного покрытия, по толщине основания песчаного щебеночного и по установке бортового камня, чтобы бетонирование было качественно. Предполагается, что новый сквер станет частью музейного комплекса, посвященного режиссеру. Часть экспозиции в доме, где жил Эльдар Рязанов, планируют открыть уже в декабре. Тому, что в городе появится еще одно место отдыха жителей Рады. Зенит всегда хорошо. Во-первых, это экология, это свежий воздух и это очень приятная атмосфера. Самарским паркам и скверам в преддверии чемпионата повышенное внимание, особенно тем, что располагаются на гостевых маршрутах. Сейчас также в порядок приводят Струховский сад, Шанхай, скверы на площади Куйбышева. Алина Чемерс, Григорий Плешаков, События. Две с половиной тысячи многоквартирных домов отремонтировали в регионе за весь период действия программы капремонта. Что нужно привести в порядок, в первую очередь, крышу коммуникации или фасад решают жители. О результатах ремонта Лариса Шалафаст. Этому дому по улице Вольская больше полувека, а капитальный ремонт впервые сделали только в этом году. На общем собрании жители решили утеплить и покрасить фасад, потому что раньше стены продувало практически насквозь. Хотя отопительный сезон в здании еще не дошел, жители уже почувствовали разницу. Не дует. Ну, жители, в общем-то, довольны, потому что я спрошула. У 13-го дома по улице Георгия Ратнера греются только уличные кошки. Жильцам теперь тепло и комфортно. Летом в здании заменили старые трубы и батареи. Как дом построилось, 53 года, вот мы живем, столько было, холодно были, замерзали. А сейчас, конечно, хорошо, жит охота. За пару месяцев рабочие полностью заменили все коммуникации, трубы канализации, горячей и холодной воды. Подрядчик заверяет, теперь еще на 50 лет хватит. Не только домовые коммуникации, но и можем обратить внимание, вот возле первых подъездов, до первого колодца все трубы заменены. То есть, нами была произведена разработка грунта с последующей засыпкой и асфальтированием. Всего в этом году по региональной программе капитального ремонта в области отремонтировали больше тысячи домов. В этом году у нас план выполнен уже на 70%. Сейчас идут активные сдачи, особенно октябрь, ноябрь, декабрь. Сейчас оставшиеся все дома будем активно принимать. В 2018 году запланировано отремонтировать почти тысячу домов. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. Во дворах чисто, а в домах тепло. В Самарском районе проверили, как управляющие компании готовы к зиме. Территория особенная, с узкими дворами и ветхими крышами. Требования к службам ЖКХ и благоустройства повышенные. Хватит ли техники и бригад дворников, чтобы вовремя убирать снег, узнала Марина Матвеевшина. Тракторы в ряд ковшин очищены, но сиять им в первозданном виде недолго. Впереди большая и снежная работа. В преддверии зимы управляющие компании Самарского района демонстрируют готовность номер один. Все девять единиц спецтехники переобули и переоборудовали на зиму. Вместо щеток – ковши и роторы. Дворики Самарского района требуют особой аккуратности и специального подхода в уборке. Район у нас очень специфический. В связи с тем, что дворы маленькие, не каждая техника заезжает. Для этого мы закупили амкадоры. Маленькая техника, которая может заехать во двор. Не обойтись зимой и без ручного труда. Индивидуальный комплект инструментов получили бригады дворников. Район будут убирать более 70 человек. По опыту прошлых лет это достаточное количество, чтобы в любой снегопад пешеходы шли по расчищенным тротуарам. Предусмотренные работы на высоте, чтобы избавлять кровли от снега и наледи, созданы пять мобильных бригад. Создан необходимый запас аварийных материалов, подготовлены бригады, подготовлен персонал, подготовлена техника. То есть это дает нам уверенность в том, что мы пройдем отопительный сезон без хорст-мажорной ситуации. По итогам смотра районные власти ставят высокую оценку подготовки управляющих компаний к зиме. Марина Матвеевична, Константин Головин. События. И в огонь, и в воду. В преддверии 85-летия службы гражданской обороны в Волжском спасательном центре наградили лучших. Вручили медали и грамоты. За время работы центра самарские спасатели ликвидировали последствия чрезвычайных ситуаций, в том числе и в соседних регионах. Как современные технологии спасают людей, расскажет Алина Чемерис. Сейчас я подниму. Сейчас я подниму. И возложу на лестницу. Такая машина позволяет пожарным забраться на высоту шестиэтажного дома, чтобы потушить огонь или эвакуировать людей. Пока наверху спасатели действуют предельно осторожно, внизу работа ювелирная. Лестницу нужно точно направить. Сергей Лебедьков на службе уже 4 года. Командует взводом. Во время ЧП руководит тушением пожара. Про свою работу говорит, нравится спасать людей. Данная работа надо ходить шпитильно и очень бережно. Все зависит от того, как быстро мы приедем, как среагируем, как будем действовать, слаженность. Сегодня на вооружении самарских спасателей передовые технологии. Квадрокоптеры с камерой помогают осмотреть местность. Машина с гидравлическим оборудованием нужна, чтобы в случае аварии разрезать автомобиль и достать человека. Есть даже дом на колесах. В нем есть все для того, чтобы группа спасателей могла какое-то время здесь жить. Состояние техники всегда на контроле. Это автомобиль разведки. Его задача определить, есть ли радиация на конкретной территории. Компьютер считывает данные из приборов, установленных на лобовом стекле. Сейчас посмотрим. Мы находимся в зоне свободной от радиации. Все показатели равны нулю. В Волжском спасательном центре сегодня служат 500 человек. Лучших из них на торжестве в честь 85-летия гражданской обороны наградили грамотами и медалями. Попасть сюда на службу непросто. Конкурс 5 человек на место. Берут тех, у кого есть высшее образование и кто уже окончил курсы спасателей. За время работы сотрудники Волжского спасательного центра выезжали на ликвидацию последствий ЧАЭС более 200 раз. Работали в том числе в Чапаевске, Оренбурге и Казани. Я очень часто слышал от жителей, которые говорили, здорово, наши мальчишки сейчас помогают в Казани ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации. Поэтому мне очень приятно, как главе района, как в принципе и в прошлом жителю района, слышать такие отзывы. С личным составом постоянно проводят занятия по боеподготовке, по профессиональной подготовке. Поэтому все ликвидации проходят нас успешно. И хочу отметить, что за 2017 год, несмотря на все чрезвычайные ситуации, спасательный центр не допущен ни одной травмы среди личного состава. На торжество пригласили и ветеранов МЧС. В их число в будущем хочет войти и Александр Лебедьков. Работу спасателя, говорит, ни на что не променяет. Алина Чемерес, Константин Головин, События. И со страшным диагнозом можно прожить долгую жизнь. Муковисцидоз перестал быть смертельным приговором. В лечении огромную роль играют лекарственные препараты и новейшее медицинское оборудование, которое появилось в детской городской больнице. Кто сделал такой жизненно необходимый подарок, расскажет Мариана Мирная. 90 детей и подростков в Самарской области имеют диагноз муковисцидоз. Муковисцидоз – это наследственное заболевание, поражает железы внешней секреции и сопровождается тяжелыми нарушениями функции органов дыхания. Для лечения детей необходимо качественное оборудование, и теперь оно появилось в городской детской больнице имени Ивановой. Вступил экспертного класса УЗИ-аппарат, который позволяет делать очень много того, что не позволяло имеющееся оборудование. Прекрасное видеоэндоскопическое оборудование. Ну и естественно для муковисцидоза это особые ингаляторы, это диагностические приборы, которые позволяют установить этот диагноз. Это элементы реабилитации у этих больных, потому что это тоже, в общем-то, очень важно в лечении этих пациентов. Такой подарок больнице сделали коллеги из Германии в рамках договора о сотрудничестве между обществом «Запад-Восток» Баден-Вюртемберг. Аппарат УЗИ и видеоэндоскоп способны на раннем сроке поставить правильный диагноз и приступить к лечению. Сегодня медицина шагнула далеко вперед, и если еще в начале 21 века больные не доживали до совершеннолетия, то теперь они отмечают 40- и 50-летние юбилеи. Я научился у своих пациентов, что доживают до старости те пациенты, которые много двигаются. И я сейчас сам стараюсь больше ходить пешком по лестницам, ездить на велосипеде. Моя «старая» пациентка до сих пор ездит на электровелосипеде и двигается. Это приводит к результату и к успеху. Еще в 2014 году немецкие коллеги подарили учреждению реанимобиль для новорожденных детей и микроавтобус. Также российско-немецкая программа подразумевает обмен опытом специалистами. Так как в одном только Штутгарте, откуда приехала делегация, больных с этим диагнозом больше 200. Идет и реструктуризация экстренной помощи при жизнеугрожающих состояниях. Поэтому это оборудование будет настроено тем пациентам, деткам, которым нужна скорая помощь, диагностическая и лечебная. То есть я не думаю, что это необходимость такая будет в плановой помощи. Основное это вот на это нацелено. На средства, поступившие в больницу из Германии, уже был отремонтирован бокс, где дети с муковисцидозом проходят лечение. Также по программе развития здравоохранения в Самарской области планируется построить еще один корпус детской больницы, что позволит докторам принять 200 пациентов дополнительно. Мариана Мирная, Сергей Баскин, События. Профессор Мариарти живет в Самаре. Пишет картины и учит студентов сложным каскадерским трюкам. Известный актер, наш земляк Виктор Евграфов провел творческую встречу в музее Лабина. В рамках акции «Самарская область. Пишем историю вместе». С подробностями Юлия Черняева. В строгом черном костюме и рубашке, элегантном галстуке Виктор Евграфов невозмутим и чертовски обаятелен. Сыграв главного кинозлодея, профессора Мариарти в советском сериале о Шерлоке Холмсе, он не стал актером только одной роли, показав зрителю разнообразие характеров своих героев. Практически всю свою жизнь Евграфов живет в Самаре, своем любимом городе. Я вырос на 116-м километре от Сёцгорода. У меня отец был летчиком, и я родился в землянке. Видимо, два года мы провели с семьей в землянке. Мама рассказывала, видимо, я от этой земли не могу оторваться, хотя было очень много возможностей уехать за границу, остаться в каком-то другом городе. Но, видимо, вот эта земля, она меня удерживает, она не дает мне, так сказать, оторваться от нее. В кино Евграфову не раз приходилось тонуть, падать с большой высоты или виртуозно скакать на лошади. На съемках фильма «Империя орлов» актер получил серьезную травму, спасая своего товарища во время каскадерского трюка. На восстановление здоровья у него ушло шесть лет. Вот этот вот период, как бы, он не дал возможности мне доиграть, вот, долюбить, дожить. И, в общем-то, надежда есть на то, что я попытаюсь, по крайней мере, хватит ли у меня сил, вернуться в кинематограф. Когда вот я разбился, в принципе, и у меня как бы сердце, оно как бы разрывалось, и душа, так сказать, тосковала. И вот эта энергетика, которая в тебе была заложена, она, так сказать, выходила через эти рисунки. И, собственно, они меня спасли. Это как бы вот мои несыгранные роли. Это вот, допустим, ностальгия об актерской профессии. Это как образ Сильвестра Сталлона, то есть Рэмбо. Это автопортрет. Как это ни странно? Это автопортрет. Это мои мысли, мои скукуны. На творческую встречу с актером пришли и студенты, и друзья, и поклонники таланта. Увидев кадры из фильмов, которые действительно вошли в историю нашей страны, замечательно. И увидеть вживую актера. Акция «Пишем историю вместе» музей Алабина продлится до конца октября. О знаковых событиях, людях и местах, связанных с нашим городом, будут рассказывать и простые жители, и известные самарцы. Юлия Черняева, Станислав Левин. События. Не дня без спектакля. По таким девизам жила Самара всю прошлую неделю. Фестиваль «Волготеатральная» завершен. Лауреатов наградили. С лучшими интервью записал наш корреспондент. Думал, у гостицы чая пульсово забить взглядом, как понравился. И витком ваш пара ждал. Заслуженный артист России Александр Попыгин на сцене Самарского драматического начинал свою актерскую карьеру 60 лет назад. Здесь он учился у таких мастеров, как Николай Засухин, Георгий Шибуев, Зоя Чекмасова и Вера Ершова. Говорит, повезло сидеть в одной гримерке с Демичем и Засухиным. Александр Иванович Демич, кстати, мой тезка. И когда мы с ним сидели, тогда тесноватые гримборные были, сейчас немножко перестроили все это. А 60 лет назад гримборные были небольшие, меня посадили между Александром Ивановичем и Николаем Николаевичем Засухиным. Подсадили, ну, чтобы гримбироваться тоже. И Александр Иванович еще шутил. Вы проходите между двух Александра Ивановича, загадывайте желания. В спектакле Маринбургского театра «Милые люди» по Шикшину закрылся третий межрегиональный фестиваль «Волго-театральная». На торжественном вручении наград заветные статуэтки распределились по заслугам и талантам. Гран-при из рук главы Самары Олега Фурсова получил русский драматический театр «Мастеровые» из набережных Челнов за спектакль «Карл и Анна». Вместе с наградой обязательный приезд на следующий фестиваль. Самара любит театр и в наше время интернета, социальных сетей, атомизации. Очень часто не хватает искренних чувств, не хватает страсти, энергетики. И театр как раз дарит нам эти ощущения, дарит нам эти замечательные чувства, заставляется переживать с игрой замечательных актеров. Лучшую женскую роль поделили две актрисы. Татьяна Гладнева за роль Лизи в спектакле «Продавец дождя. Город Пермь» и Елена Ряшина за роль Розина в спектакле «Безумный день» или «Женильба Фигаро. Казань». Лучших мужчин тоже оказалось двое. Илья Славутский за самого Фигаро и Даниил Богомолов, актер Новокубышевского театра студии «Грань» за «Короля Лира». Лучшей режиссерской работой признали постановщика спектакля «Улыбайтесь, господа» Алексея Логачева. Награда ушла в Театр Республики Башкортостан. Фестиваль третий, и я уверен, что очень-очень много еще этих фестивалей будет проходить здесь в Самаре. Потому что фестиваль живой, фестиваль такой активный, задорный, молодой и очень интересный. Конечно, принимать Волгу, всю Волгу здесь, в Самаре, это очень почетно. 14 спектаклей из 11 городов увидели самарские зрители. За годы существования фестиваля у него уже появились переданные поклонники. А все театры Приволжского федерального округа мечтают стать участниками. Следующая Волга театральная соберет друзей уже в 2019 году. Андрей Горгулинко, Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События. Это все, чем запомнилась уходящая неделя. Хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова